Бензин дорожает, потому что из-за подорожания цен на бензин увеличиваются затраты на его перевозку. Вот и в Самаре тенденция неутешительная. В большинстве муниципалитетов региона цены на бензин АИ-92 и АИ-95 продолжают расти. По данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, цена топлива выросла в диапазоне от 10 копеек до 1,5 рублей за литр 92 и от 20 копеек до 1 рубля за литр 95. Отмечается, что бензин подорожал в 8 субъектах Приволжского федерального округа. На 28 августа цены на автомобильное топливо марки АИ-92 находились в диапазоне от 32,5 до 33,30 рублей. АИ-95 от 35,20 рублей до 36,10 рублей за литр. Дизельное топливо на заправках продавали от 32,50 рублей до 33,90 рублей за литр. Иногда действительно кажется, что в России бензин делают не из нефти. Растет нефть – бензин дорожает. Дешевеет нефть – бензин тоже дорожает. Парадокс. Зато самарцы могут порадоваться снижению цен на некоторые продукты. За прошедшую неделю в Самарской области подешевели картофель и овощи. В некоторых муниципалитетах также снизились цены на куриные яйца и мясо и мороженую рыбу. А на подсолнечное масло цена незначительно повысилась. Снижение турпотока из России в Болгарию продолжается. Для страны снижение потока на 20% считается ключевым, хотя и остальные страны тоже не демонстрируют прирост. Всего падение турпотока в Болгарии в этом сезоне составило 9%. К примеру, отток туристов из Австрии составил 35%. Поток туристов из Германии сократился на 29%. Что касается российских туристов, то по оценкам Министерства туризма Болгарии сократилось число организованных туристов, в частности российских групп в детских лагерях, что для Болгарии, которая была профильной страной для этого вида туризма, существенная потеря. Также сократилось число туристов, отправляемых по путевкам госпредприятий. Ну вот, карма Болгарии прилетела за санкции. Может, хоть чему-то научится. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок. Индекс ММВБ снизился до отметки 1718 пунктов. Среди лидеров роста бумаги Акрона, ТМК, Фосагра, Интеррао, Алроса, Пик, Северстали, Норникеля, НИ, НЛМК. Лидеры падения – акции ТГК-1, РДР Русала, МВД, Сбербанка, Полюс Золото, ФСКЕС, Ростелекома и Полиметалл. Снижение на российском рынке происходит на фоне коррекции вниз фьючерсов на нефть. Фьючерс на американский индекс S&P упал почти на 1%. Торги в США и Европе закрылись умеренно позитивно. На азиатских площадках индикаторы изменяются разнонаправленно. Курс доллара на 1 сентября – 66,71 рубля. Курс евро – 74,84 рубля. Золото стоит 2434 рубля за грамм. Серебро стоит 30,97 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 49 долларов 6 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.